Субтитры сделал DimaTorzok 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 так сделать. Если получится, я, конечно же, обязательно сообщу об этом. Обязательно. Потому что я знаю, что у многих есть такая проблема, а проблемы надо решать. Вот корни у меня, как всегда, осадлятся, скорее всего, в какой-нибудь рыженький или желтенький. Но мы на это сейчас наплевем. Не надо мне предписать, что я смотрю не в объектив, потому что я окрашусь с камерой, ибо мне видно зеркало. Типа лучше видно, чем линзу, когда я его надеваю и смотрю во второе зеркало. Поэтому сегодня без второго зеркала просто с камерой. короче, вы видите мои косяки, а я не вижу. поэтому в комментариях под видео, пожалуйста, сообщите мне, где я не прокрасила. Ну, типа я прочитаю и в следующий раз точно прокрашу. вот, кстати, когда вы осветляетесь и потом тонируете волосы смешиваю смешение синего и фиолетового. Это, конечно, я в прошлый раз пыталась сделать, но у меня что-то пошло не так, и, как бы, получился синий. В общем, там должны вылезать участки волос, которые у вас немного осветлились, и получается не такое, типа, амелирование, ну, такое. как бы, какие-то волосы остаются белыми, значит, они становятся белыми, а какие-то такими коричневатыми, рыжеватыми, и вот эти участки потом можно еще раз поосветлять. Типа, вот, и этого участка. На конце, правда, вообще, по-моему, полностью сожженные, потому что, ну, они очень много претерпели, очень много вытерпели, и прям, вообще, вообще с ними беда, печаль, их надо будет либо срезать, либо засиликонивать. Я когда найду средство, которым меня засиликонивали как-то раз в фрикмахерском, я вам обязательно его тоже, ну, скажу, потому что вот средства, которые засиликонивают, они, ну, блин, как сказать, говорят, что, типа, запаивают кончики там, восстанавливают, ну, на вид восстанавливают, да, а по факту, ну, просто возвращают волосам здоровую жизнь. И это, пожалуй, все, что они делают. Ну, и на ощупь они, как бы, тоже здоровыми становятся. Я возьму расчесочку, наверное, этого, конечно, делать не стоит. Ну, да, не стоит этого делать, потому что особого какого-то профита она не дает. Она только, по-моему, волосы дерет и вот с них всю пасту снимает. А это нехорошо. На самом деле очень щипит глаза. Ну, блин, что я могу по этому поводу сказать? Ничего не могу сказать по этому поводу, потому что просто очень щипит глаза. Мне вообще советовали, кстати, фрикмахеры переходить на Егору. Ну, мне как-то раскрасили краской Егора, она очень уедливая. А они говорят, что осветлитель Егора, он гораздо, как сказать, менее вредный, скажем так. Я не скажу, что он полезен, но он менее вредный для волос. Стоит, конечно же, дороже почти банку, точнее, почти касать за банку порошка этого осветляющего. Плюс еще надо будет покупать активатор трехпроцентный, потому что больше может сжечь волосы. Ну, вот мы попробуем, когда я использую капус весь. Сейчас. Вот, короче, мы его обязательно попробуем. А если он действительно будет давать эффект белоснежных волос, то будем осветляться ими. Потому что если дорого, значит, качественно. Ну, не всегда бывает так, конечно. Но если в этом случае будет так, то я лучше перепочу, чем буду потом постараться себе восстанавливать волосы. Вот, еще если вы не знаете, какой осветлитель подходит вам, то есть, ну, первый раз осветляйтесь и осветляйтесь сами. И не хотите идти в парикмахерскую там по каким-то причинам. Может, денег нет, может, еще что-то. Может, нет хороших парикмахерских поблизости. Или, там, парикмахерских, в которые вы хотели идти. Есть плохие отзывы, то, что там кто-то, ну, непрофессионально работает. Ну, типа, клиенты пострадали, там кому-то сожгли волосы, бла-бла-бла, все дела. И у вас нет шанса с кем-то проконсультироваться, то попробуйте начинать с троечки. А если троечка не осветляет, или осветляет на такой процент, или осветляет, там, ну, на, не знаю, полтона у вас, то попробуйте смешать шестерку и тройку. Но выше шестерки не поднимайтесь, потому что это сожгет ваши волосы. Особенно, если вы уже пробовали осветляться или красились чем-то. Кстати, если вы красились и хотите снять цвет, можно попробовать купить колоровку, он называется, от Esteele. Если найдете что-то покачественней, то берите что-то покачественней. Вот, если не найдете этого, то можно попробовать как раз вот осветляющим порошком. Потому что я снимала цвет себе темно-каштановый именно осветляющим порошком. То есть я, по-моему, два или три раза красилась осветлителем, без всяких колоров, без всего подобного. И, ну, до блондинки я все-таки дошла. Правда, потеря качества волос очень сказалась. Кстати, я вот еще подумала снять видео, типа, о том, что я покупаю. Это хозяйка, по-моему, аж уже какая-то. Это информация, которая не несет в себе ничего. Ну, то есть информация просто ради того, чтобы получить информацию. Хотя, если кому-то это интересно, то я могу, конечно, это снять. Это если интересующихся будет подавляющее большинство. Потому что так, ну, зачем это делать? Кстати, обо всем новом, то есть о том, что будет выходить на канале и поучаствовать в вопросах, повлиять на контент, Вы можете как раз-таки через группу, ссылка есть в описании, можете зайти там, проголосовать за то, какое видео будет следующим, предложить какой-то свой вариант. Я его рассмотрю. Если вам будет интересно, то я сниму тему, в которой вы предложите видео, и оно будет на канале. Также, если вы хороший человек, если вы следите за моим каналом, вы можете нажать колокольчик, если вы этого еще не сделали, чтобы получать уведомления тех видео, которые выходят, ну, сразу как они выходят, вы будете получать уведомления. И не будет такого, что на меня подписаны, что вы на меня подписаны, но вы не знаете о том, что вышло новое видео. Ну, типа... Типа, не будет создаваться этого ощущения бездействия блогера. Вот, так же мне начали, как-то, задавать на АСКИ весьма интересные вопросы, на которые текстом как бы не ответишь. Поэтому, если вы задали вопрос, а я на него пока не ответила, то... То, ну, блин, короче, надо подождать, я сниму просто по этим темам видео. Либо сниму видео, где я отвечаю на вопросы подобного плана, на которые текстом я отвечу. Вот. Что-то у меня сзади все прокрашено? Ой, заколочка. Я забыла о ней. Всё, капец, короче. Придётся стричься. Сожгла волосы. Субтитры подогнал «Симон» И сразу ощущение, что у меня просто офигенно много волос. Сейчас это исправится. То, что много волос. Субтитры подогнал «Симон» Это я не лысею, наверное. Нет, я не лысею. Это просто, типа, просвечивают волосы, которые уже сцепились. Да не, я вроде не лысею. Вроде всё нормально. Так, давайте проверим, всё ли у нас хорошо. Нет, не всё. Оп. Где его здесь, да? Сейчас, короче, опять на тройке у меня, походу, нифига не осветлится. И что я буду делать? Не знаю. Не знаю, что я буду делать. Посветлится панель. Кстати, если намазать тройкой волосы и закрыть её, ну, их, точнее, волосы, волосы закрыть целлофаром, то тройка очень аккуратненько превратится в шестёрку. Типа, будет волосам теплее, она будет больше работать. Как-то грамотно сказать. В общем, будет лучше действовать, агрессивней, потому что это всё очень агрессивно. И за счёт этого у вас осветляется волос. За счёт того, что вы наносите на них разные агрессивные массы. И теперь я буду ждать, потом пойду смывать, потом просушу волосы, если они всё-таки не осветлятся до нужного мне тона, то есть, ну, корни, если они останутся опять такими же, то я осветлюсь ещё раз и вернусь к вам уже, когда буду окрашиваться краской. Нет, ваши волосы за такое обращение вам спасибо точно не скажут. А у меня опять на троечке немножко недокрасились концы, недосветлялись волосы, особенно здесь. Ну, я не знаю, как это будет понимать вообще. Ну, ладно. Я сейчас, думаю, не буду повторно осветляться, потому что, ну, они ещё немножко лезут. Ну, нет, вроде уже не лезут. Вот. Здорово, да? Здорово. Здорово. Я докрасилась, как всегда, сзади. Сейчас я посмотрю. Матерь Божья. Матерь Божья. Что ж такое? Опять накосячила. Конечно, ничего нормального сделать не могу. Косячью везде, во всём и всегда. Так. Ну, ладно. И теперь наша задача это, в общем, взять чистую расчёску с крупными зубчиками и с мелкими зубчиками, ну, для животных. Вот. Расчесаться хорошо. Что я, в принципе, сделала. Ну, так, конечно, я так себе расчесалась, но ладно. И поделить голову на две хотя бы примерно равные части. Вот эту часть надо будет заколоть. А вот эту часть поделить на четыре, по-моему, на четыре сегмента. Ну, смотря как, правда. Можно вот так вот поделить на четыре сегмента. Можно вот так, ну, типа, чтобы начинать снизу, всё хорошо прокрасилось. Вот. И сейчас мы будем делать сплитокрашивание. Ещё пока не забыла, настоятельно рекомендую нажать на колокольчик. Ещё раз я не помню, упоминала ли я об этом до этого. Но нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. И давайте я заколю, и мы начнём. Опять. Мы продолжим. Так как я буду брать краску от Estelle опять, она опять смоется. Если что, я опять пройдусь с трёхпроцентным оксидом, с порошком. Как раз остатки дамажу. У меня там совсем чуть-чуть его осталось. Вот, краска смоется. Я тогда, если мне пойдёт, смогу сделать, типа, двойной сплит, как я хочу. Как я хотела сделать, когда буду делать дреды. Но я думаю, пока надо примерить. А если что, с дороги мы всегда успеем. Я, как самый умный человек, не включила камеру. Вот, поэтому мы начинаем уже с половины. Вот. И вы пропустили такой вкусный момент, когда я, ну, говорила, уже не помню о чём. В общем, ладно. У меня всё всегда хорошо, даже если всё очень плохо. Типа, надо радоваться мелочам. Аккуратно делить голову. Я надеюсь, что... Блин. Я, кажется, заехал. А может и нет. Может, я тут просто плохо так корни осветлила. Ну, ладно. Не суть. Продолжаем. Продолжаем. Ещё есть. А антоцианином я краситься не хочу, потому что его хрен смоешь. Ну, если правильно покраситься. А если неправильно покраситься, то он будет как тоника. Ну, зайдёт дня за 3-4. И это всё, что вы получите. А это плохо. Потому что стоит он, ну, не как тоника. И у меня порвалась перчатка. Это очень важная информация. Это очень важно знать. Просто если вы в следующих видео увидите, что у меня синие руки, это вот всё из-за этого. Всё из-за этого. Всё из-за того, что... Вот, если у меня кончится краска и у меня так много осталось, я возьму фиолетовый. И сделаю верхушку себе фиолетовый. И мне пойдёт. Потому что под лицу всё к лицу. Вот. Ну, либо я возьму воду и немножко разведу всё. Красить мы стараемся хорошо. Не оставляя пробелов, да. Если у вас остался пробел, и вы этого не заметили, то когда вам на это укажут, просто говорите, что всё так и задумано. Это милирование. Это модно. Как мне сказали, когда я пыталась найти врача, ну, зубного стоматолога-хирурга, которым мне сделают укол в язык, что, типа, это модно. Вот. Вы скажете тоже, это модно. Вы просто ничего не понимаете. В моде. Я почти научилась красить себя сзади. Это очень странно звучит. У нас осталось немножко краски. Ну, понятно, почему осталось. Потому что мы всё не закрасили ещё. Ну, мы сейчас это всё исправим. Да. Да. Кстати, масло вот этого не надо, ну, не знаю, волосы после осветления не такие мочалистые стали. Поэтому, ну, не знаю, может, оно помогло. Может, это от него зависит, может, не от него. Может быть, просто трёхпроцентный активатор, он не так бьёт по волосам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Или сразу будете брать прядь, ее класть на фольгу. Или просто брать прядь, ее крашивать, класть в фольгу и фольгу вокруг этой пряди оборачивать. Так тоже можно делать. Это, по-моему, даже облегчает процесс окрашивания. И тогда у вас будет вся левая сторона в фольге. И вам будет проще красить вправо, и у вас не сношаются цвета. Либо вы просто сможете положить фольгу, вот кусок фольги на голову. Так, у меня тут что-то не прокрашено. Вот. Типа, чтобы волосы все полностью были в фольге, и начать красить уже вторую сторону. Так тоже можно. Вот, кстати, в эту краску я опять добавила масло от меня. Ну, я не знаю, насколько оно поможет мне. Но я должна тебе помочь. Так, теперь мы проверяем пробор. Так. Рука красит. Вот этот палец вот не красит. Вроде окрашено все. Так же моя шея. И с этой краской, так как я не хочу тонироваться, как и было в том видусе, где я хотела тонироваться и сразу побежала смой. Я, короче, посижу с этой краской минут 20. Потом смою, высушу и покажу результат. Ну, вот такая вот прическа. Не знаю, вот такая вот окраска. У меня получилось, если провести, конечно, ровно линию, то будет ровно. И, ну, как, в общем, не будет такого, что с этой стороны какие-то пряди с этой части и с этой какие-то пряди с той части. Но зато, если захочется чего-то нового, можно просто сделать зигзагообразный пробор. Тогда тут будут части отсюда и здесь будут части отсюда. И типа милирование. Типа здорово. Вот. Так же я хочу вас спросить, идет ли, по вашему мнению, у меня такая окраска. Такой цвет волос. То есть, ну, двойной. И как мне лучше, если бы у меня были полностью волосы синие или не. Если бы у меня полностью были волосы светлыми. И если вам понравилось или было полезно это видео, вы можете поставить лайк. Если нет, дизлайк. Пишите свое мнение в комментарии. Вступайте в группу, так вы будете точно уведомлены о новых видео, о выходе новых видео. По крайней мере, даже если колокольчик, который я вас, опять же, прошу нажать. Ну, там вот внизу. Чтобы, когда у меня выходили новые видео, у вас появлялось уведомление. В общем. Вот. Я забыла, о чем говорила. Но вам спасибо за просмотр. И всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!